Хороший, дорогой человек, для разминки разберем с вами вот такую же нашу дальнейшую макрометку будет иметь очень косвенное отношение, но очень полезное как метод решения любой генетической задачки в рамках школьного курса Мы с вами смотрели разные случаи скрещивания разных организмов пока мы работали только по одному признаку Ну, как у гороха, цвет семян, выписали несколько разных вариантов родительских пар Такой вариант был? Две, где-то в зеботах, был Такой вариант был? Две, где-то в зеботах, был И так далее, а вот теперь задача, выписать все возможные варианты Сколько разных вариантов родительских пар возможно при моногибридном скрещивании? Вот так, чтобы точно сказать, что следующего не бывает. Сколько разных вариантов родительских пар возможно при моногибридном скрещивании? Что было, что было. Если я взял вот так, переставил, результат скрещивания от этого не изменится. Шесть. Шесть. Вы совершенно правы. В седьмом не существует. Первый вариант двойная гетерзикута. Здесь гетерзикута и здесь. Второй вариант. Совершенно очевидный третий и четвертый. Третий вот так. Два родителя одинаковые. Четвертый какой-то? То же самое. То же самое, тот же рецессивный. Пятый вариант какой? Гетерзикута. Гетерзикута. И какая гомозикута? Рецессивная. Рецессивная. Вот такой. И наконец шестой вариант. Гетерзикута и гомозикута. Доминант. Доминант. Какой еще вариант есть? Нет. Нет. Кроме этих шести вариантов ничего не бывает. Следующая задача. Прикинуть, а что будет с потомством скрещивания каждой из этих пар? Ну, про эту пару мы уже знаем. Здесь все потомство одинаковое или нет? Нет. Нет. Расщепление в каком соотношении? Три к одному. Примерно три к одному. Да и говорят, мы тоже обсуждали. Потомство разное или одинаковое? Одинаковое. Одинаковое. Такой вариант в генетике обозначается значком без расщепления. Байкер. То есть все дети одинаковые. Следующих двух тоже. Итак, какое-нибудь еще расщепление, кроме три к одному бывает? Один к одному. Один к одному. По счету на доске. Пятая. Ага. Вот в этом варианте расщепление один к одному. Во всех прочих вариантах? Без расщепления. Во всех прочих вариантах без расщепления. Итак, во всех прочих вариантах все дети одинаковые. Усложняем заданчик. Вот этот случай сразу и стучим по одной простой причине. Здесь оба родителя рецессивная гомзигота. А чем отличается рецессивная гомзигота от всех остальных существ? Ну вот вспоминайте задачи о машинах. Их сразу легко? Да, конечно. Их сразу легко выявить. Если вы имеете дело с рецессивной гомзиготой, то гадать-то собственно не приходится. Этот случай можно сразу вынести за скобки. Так? А вот теперь у нас осталось еще три случая без расщепления. Вот они. Смотреть на них, что между ними общего. Есть одно общее правило, при котором потомство становится совершенно однородным. Как хорошо? Фенатип одинаковый. Это вы говорите масса массовая. Если потомство одинаковое, значит... У каждого из родителей есть доминантный один хотя бы. Нет. Неверное условие? Один из родителей имеет доминантный признак. Ну, то есть... Достаточно, чтобы один из родителей был доминантным гомзиготой. При этом важно или не важно, какой второй родитель? Не важно. Совершенно не важно. Доминантная гомзигота по-любому отдаст доминантное... И в результате в образовавшейся оплодотворенной венциклетке будет доминантная программа? Да. Будет. Так. Ребята, совершенно гениальная возможность рассчитывать генотипы по внешнему виду. Вот есть у вас данные о размножении некоторых живых существ. На них же не написано, какие у них генотипы. Не написано, а данные по размножению есть. Если вы знаете, что данный признак у потомства расщепился один к одному, значит, по этому признаку, какие были родители? Один гетеразигот, второй рецепт на гомзигота. Причем рецепт на гомзигот всегда можно отловить. Да. Хорошо. А теперь? Теперь вот эти три случая без расщепления. Потому что если три к одному, то это оба гетеразигота. Если один к одному, то мы только что обсудим. Три случая без расщепления. Все дети одинаковые. Вот оказывается, один из них все-таки можно отличить от всех остальных. Второй. Значит, второй. В чем будет особенность второго случая? А позвольте с ним? Готой или гетеразигот? Вот эта родительская пара одинаковые в внешности или нет? Нет. Нет. В случае, когда родители разные по этому признаку, а все дети одинаковые и подобны одному из родителей. Это значит, какой случай? В разводе. Именно вот это. Дети окажутся подобны доминантному родителю. А вот в этих случаях, посмотрите, оба родителей какие? Внешние отключаются или нет? Нет. Они внешние отключаются. Вот эти два случая отличить друг от друга реально сложно. Можно по этому, ну, последующему пока нет. Да, да, да. Надо уже дополнительные исследования проводить. Так? Таким образом, вот он базовый механизм работы генетики. Мы наблюдаем внешние признаки у потомства, да? И по этим внешним признакам делаем заключение о генетических программах. А если мы выяснили, какая генетическая программа, можно ли в свою очередь сделать прогноз на возможное потомство? Да. Да, конечно. Примерно так работает генетика. Только вы учтите, ребят, что вот это мы с вами разобрали только простейшие случаи. Скрещивание по одному признаку, да? И, соответственно, исследование результатов скрещивания по одному признаку. Вот. И самых простых вариантов взаимодействия. Далеко не во всех случаях признаки наследуются по такой простой схеме. Да. Существует ситуация, когда один ген определяет не один фен, а целую серию фенов. Или наоборот, когда, чтобы построить некоторый фен, недостаточно работы одного генетика. Вот эти варианты уже не описываются в Менгельской генетике. Это более сложное наследование. Нам они в данном случае не интересны, поэтому мы их опускаем.